Книга Экклесиаста или Проповедника Глава первая Слова Экклесиаста сына Давидова, царя в Иерусалиме Суета-сует, сказал Экклесиаст, суета-сует, все суета Что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем И возвращается ветер на круги свои Все реки текут в море, но море не переполняется К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь Все вещи в труде Не может человек пересказать всего Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием Что было, то и будет И что делалось, то и будет делаться И нет ничего нового под солнцем Бывает нечто, о чем говорят Смотри, вот это новое Но это было уже в веках бывших прежде нас Нет памяти о прежнем Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после Я, Экклесиас, был царем над Израилем в Иерусалиме И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем Видел я все дела, какие делаются под солнцем И вот все, суета и томление духа Кривое не может сделаться прямым И чего нет, того нельзя считать Говорил я сердце моим так Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом И сердце мое видело много мудрости и знания И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость Узнал, что и это томление духа Потому что во многое мудрости много печали И кто умножает познание, умножает скорбь Экклесиас, глава 2 Сказал я в сердце моем, дай, испытаю я тебя весельем И насладись добром Но это суета О смехе сказал я глупость А о веселье, что оно делает Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержать сей глупости Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей Я предпринял большие дела Построил себе домы Посадил себе виноградники Устроил себе сады и рощи И насадил в них всякие плодовитые дерева Сделал себе водоемы для орошения Из них рощей, произвращающих деревья Приобрел себе слуг и служанок И домочадцы были у меня Также крупного и мелкого скота Было у меня много больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей Завел у себя певцов и певиц И услаждение сынов человеческих Разное музыкальное орудие И сделался я великим и богатым Больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме И мудрость моя пребывала со мною Чего бы глаза мои не пожелали Я не отказывал им Не возбранял сердцу моему никакого веселья Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих И это было моею долей от всех трудов моих И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои И на труд, которым трудился я, делая их И вот все суета и томление духа И нет от них никакой пользы под солнцем И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость Ибо что может сделать человек после царя Сверх того, что уже сделано И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью Такое же, как преимущество света перед тьмою У мудрого глаза его в голове его А глупый ходит во тьме Но узнал я, что одна участь постигает их всех И сказал я в сердце моем И меня постигнет та же участь, как и глупого К чему же я сделался очень мудрым И сказал я в сердце моем Что и это суета Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого В грядущие дни все будет забыто И, увы, мудрый умирает наравне с глупым И возненавидел я жизнь Потому что противны стали мне дела Которые делаются под солнцем Ибо все суета и томление духа И возненавидел я весь труд мой Которым трудился под солнцем Потому что должен оставить его человеку Который будет после меня И кто знает, мудрый ли будет он или глупый А он будет распоряжаться всем трудом моим Которым я трудился И которым показал себя мудрым под солнцем И это суета И обратился я, чтобы внушить сердцу моему Отречься от всего труда Которым я трудился под солнцем Потому что иной человек трудится мудро С знанием и успехом И должен отдать все человеку Не трудившемуся в том Как бы часть его И это суета И зло великое Ибо что будет иметь человек От всего труда своего И заботы сердца своего Что трудился он под солнцем Потому что все дни его скорбь Скорби и его труды и беспокойства Даже и ночью сердце его не знает покоя И это суета Не во власти человека и то благо Чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего Я увидел, что это от руки Божией Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него Ибо человеку, который добр перед лицом его Он дает мудрость и знание и радость А грешнику дает заботу собирать и копить Чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим И это суета И томление духа Экклесиаз, глава 3 Всему свое время И время всякой вещи под небом Время рождаться И время умирать Время насаждать И время вырывать посаженное Время убивать И время врачевать Время разрушать И время строить Время плакать И время смеяться Время сетовать И время плясать Время разбрасывать камни И время собирать камни Время обнимать И время уклоняться от объятий Время искать И время терять Время сберегать И время бросать Время раздирать И время сшивать Время молчать И время говорить Время любить И время ненавидеть Время войне И время миру Что польза работающему от того На чем он трудится Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог. И чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих, участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом. Потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него. Экклесиаст, глава 4. И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал. Кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучший горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежать двое, то тепло им. А одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше б бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет место того. Не было счастлива всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Экклесиаст. Глава пятая. Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спеши произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои, да будут немногие. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедлий исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелам Божиим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснения бедному и нарушения суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Приводхоз с той же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющий его. И какое благо для владеющего им, а разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство этот несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Экклеосиас, глава 6. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу. И нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя. И известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит, как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Экклесиас, глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Светывание лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от муторого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнца. Потому что под сенью ее тоже, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизни владеющему ею. Смотри на действование Божие. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суеты дни мои. Праведний гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко, кто постигнет его. Обратился я сердце моим к тому, чтобы узнать, исследовать, и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горьче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал Экклесиас, испытал одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Экклесиаст, глава 8. Кто, как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, это ради клятвы пред Богом. Не спешу уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь, не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него на днем смерти, нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого. Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком, во вред ему. И видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они и так поступали. И это суета. Нескоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем. Но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его. А нечестивым не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, с чего заслужили бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, с чего заслужили бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна. Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек не трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Экклесиаз, глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти, не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь, праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более счастья вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим, да будет во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которые дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. «Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, «Мудрость лучше силы». И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушает. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий. Но один погрешивший погубит много доброго. Ихрисиас, глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную и благовонную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. И есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может насадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надо оно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его излоязычной. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, и конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя есть благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресвящения. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Экклесиаст, глава 11 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай счастье семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во черве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. Экклесиаз, глава 12. И помни, Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стеревущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их много осталось, и помрачатся, смотрящие в окно. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнуть щерепение. И высоты будут им страшны, и на дорогах ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готова окружить его по улице плакальщица. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклесиас, все суета. Кроме того, что Экклесиас был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал, и составил много притчей. Старался Экклесиас приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.